вот я иду снова и слышу это зловещий гул с промышленного здания я все чаще задумываюсь о том что у меня нету что меня нет никаких прав и что моя жизнь пришла в полный упадок меня я даже не рисую уже ничего очень давно ничего не происходит я только хожу разговариваю с телефоном или с фотоаппаратом постоянно постоянное одиночество тревога безысходность и ничего нельзя сделать я я не могу даже пойти дома то есть я не могу дома рисовать себя потому что мне уже нечем рисовать и не могу пойти рисовать на тротуарах на улице потому что сколько лет я уже рисовал это абсолютно бессмысленно ни к чему не приводит смывает все дождем я не могу пойти рисовать на стене дома пейзаж потому что опять повторится что то что и было тогда опять нападет какая-нибудь глава администрации я чувствую какое-то опустошение пустоту вот некоторые пользователи очень очень сердечно отреагировали на то видео где меня напала плава города и оскорблялась хватило мои вещи и вызов полицию заставили меня стереть пейзаж на улице и некоторые возмущались тому что я убрал тот момент когда она говорит говорила свои данные когда звонила в полицию на видео и то что я закрыл за замылил лицо на видео и еще тому что я просил чтобы не скидывали ссылку на страницу там все вот это возмутились этим и обозвали меня согласно определенным определенных понятий определенных понятием оскорбительным словом но все дело в том что все дело в том что я аутист и я интерверт для меня то что то есть вот это действительно так то есть вот то что любой любой обычный человек какой-то другой простой ну хоть хоть кто у него бы любая деятельность сложилась гораздо успешнее гораздо понятнее лучше чем у меня и любое особенно взаимодействие за конфликты или взаимоотношения ну любое взаимодействие с а я всегда выхожу проигравшим всегда у меня все складывается очень тяжело настолько что остальные что окружающие недоумевают как можно было попасть такую ситуацию как можно было не найдет не найти как ответить там или не не найти как ну как выйти за победителем в этой ситуации я не могу победить победителем в эти ситуации я в конфликте с психотерапевтом главным психотерапевтом города горячкиной три года искал ответ какие ответить и пришел потом на листке прочитал текст который я сам составил за это время я три года не знал как ответить как достойно ответить на то что еще то есть у меня вот есть то есть у меня есть определенные проблемы в общении взаимодействии с другими людьми особенность незнакомыми да и со знакомыми каких не возникает даже у кого угодно даже то есть даже какой-нибудь сможет легко освоиться в чужом городе переехать в другой город при надобности гораздо легче чем я сможет подойти спросить время у незнакомого человека ну я могу подойти время спросить я вот пример такой привожу привожу что конец там человек который просто вот никакого опыта не имею он просто сам по себе у него такое строение мозга что он легко найдет ответы на решение практичными народ такие такие решения сможет найти которые я не могу найти но я при этом могу допустим что-то другое делать что сложно делать как бы людям с обычным строением мозга то есть которые не являются аутистами вот вот чему я это говорю понимаешь еще к добавить добавить к этому это то что меня ну у меня так сложилось что я все время чувствовал свою беззачь какую-то беззащитность пусть и мне никогда я никогда не мог пойти то есть допустим родителям своим не мог окружению что у меня там за проблема что у меня допустим то есть ну то есть вот есть же родители и вот вот я был и есть были другие какие-то люди незнакомые были в том числе взрослые или и при должностях какие-то люди там воспитатель или учитель или полисмен или еще туда и вот когда я сталкивался с нарушением прав или с насилием или с каким-то издевательством или еще с чем-то со стороны вот этих взрослых людей незнакомых ну точнее и которые в должностях были в должностях или который профессию как-то занимали такую я куда то есть я никогда не мог сказать об этом никому меня никому было сказать я не мог своим родителям сказать у меня неполная семья и я не мог сказать никому им все равно и не все равно ну так сложилось все что я даже не знал что можно сказать и мне никто не спрашивал хорошо ли я себя чувствую как у меня склад ну как я не чувствую ли себя тревожный из-за там угнетенный из-за того что мне там допустим полисмен угрожал или как-то какие-то действия производил или там воспитательница что воспитательница изделия подавала давали мне кличку издевались то надо бы каждый день никто меня не спрашивал об этом я даже не знал чтобы это можно рассказать понимаешь то есть и так далее вот и так во всем и еще меня в психушку вот перед тем нападением меня за несколько дней до этого нападения то есть почему я пошел рисовать на стене потому что я был в каком-то в том числе в какую-то в отчаянии еще и был вдохновлен решимостью ван гога жаждой жизни ван гога а перед этим меня в психушку посадили как бы несправедливо за рисунок ну не на стене а просто на бумаге на рисунок и ну то есть рисунок там экспрессивный был просто обычный и это я я в психушке в этой меня могли бы не выпустить я могу там бесконечно долго сидеть и не выйти вообще никогда то есть и абсолютно вот понимаешь абсолютная была у меня абсолютное ощущение бесправие и ощущение что я абсолютно беззащитен и что со мной могут что угодно сделать и наказать просто не за что в любой момент когда я вышел из психушки я сразу же пошел в тот же вечер рисовать на асфальте на точнее асфальт на на тротуаре на площади там на тротуаре рисовал в общем сейчас жигуленка большой скорость учалась и прямо у меня чуть не сбила я испугался не сбила прямо на пешеходном переходе сейчас переходил пешеходный переход и жигули меня чуть не сбила на него просто то есть вот меня в психушку посадили и это и причем вот например там кто-то еще из этих из комментаторов возмущался что зачем я пошел может быть кто-то возмущался зачем я пошел стирать из наш так и на самом деле мой знакомый мои знакомые это юрист юристка посоветовала пойти я позвонил и спросил вот что делать я но я был не готов на самом деле к этой ситуации и она сказала что и ну что сходи погибли сотри я то не собирался стирать пейзаж просто она мне посоветовала потому что она умудренная опытом умудренная опытом женщины юрист и она сказала ну не знаю я это такая была ситуация то есть и там все кто были ладно да и тому же у нас ну да еще вот кто нападал она из администрации у нас же вот провинциальной россии такие ситуации происходит что например какой-нибудь сын олигарха или еще кого-нибудь устраивает беспредел и или там совершает какие-то ну то есть совершает это преступления да и его отмазывают и обвиняют находит какого тихого скромного парня например или какого-нибудь такого знаешь на кого можно вину свалить и закрытый суд устраивают и выбивают у него выбивают показания и все и там потом смотришь в комментариях вот такая там в какой-нибудь в газетенке об этом немножко зам что-нибудь скажут и там комментарии читаешь ну там на сайте я смотрел там комментирующие пишут что что сами догадываются что это произошло ну что что подставили человека просто выбили показания и невиновного там скорее всего то есть там нету никаких даже следствия ничего там просто тут просто могут любого взять и я слышал такие истории что настоящий беспредел я слышал такие истории что мне там рассказал один опытный человек ну то есть ну не знаю откуда он да это все знают что наверное многие знают что вот есть такая ну точнее это мне рассказывали я точно это не уверен что какой-то ходят по учебным заведениям и находят вот выискивают там таких вот ребят которые аутистические а у которых есть аутистические черты находят таких ребят и как бы их из них делают потом в случае чего делают из них жертвами козлов отпущения то есть представляешь то есть представляешь а вот здесь люди аутисты вода которые нуждаются в помощи я как у которых нету никаких прав в россии у которых которых над которыми издеваются психотерапевты горячки над которыми там везде в школе и здесь издеваются их еще им их вместо того чтобы в то время как в цивилизованном так называемом мире их их помогают поддерживают всячески находят в них хорошее ну там качество здесь в россии таких людей просто использует как жертву представляешь как козлов отпущения них их садят в российскую сейчас их там представляешь их садят по обвинению который в какой-нибудь по обвинению которые они не совершали садится в российскую тюрьму представляешь аудистического человека садят и представляешь то есть представляешь представляешь степень вот этого страдания ужаса и и угнетенного положения аутиста аутистов и их еще в армии в армию забирают еще кстати то есть даже если его если он ни в чем не винат если его не подставили там не сделали козлом отпущения то то его в армию в армию забирают там над ним издеваются то есть представляешь и ты еще ждешь от меня что я буду смелым и буду там что-то вообще ведь я то есть если бы я был нейротипичным человеком то я бы мог вам ответить и и ответить этой горячкиной сразу же вот там сходу знаешь есть люди которые за словом в карман не полезут они ритм нейротипичные люди они то есть не аутисты не не интроверты они я не я не сравниваю ну короче ладно то есть они есть люди которые сперва говорят об этом думают а есть люди которые думают потом говорят а вот есть как бы аутисты которые у которых еще более сложно сложно устроен такой мозг и внутренний мир для них вообще может быть шокирующим потрясением то что для любого человека там пустяк абсолютно то есть и таких людей права таких людей совершенно не учит ну совершенно нету прав и таких таких людей в россии единственное вот кто не знаю если я был да не рать нейротипичным я бы ответил сразу в этом сходу как-то тогда постоял за себя то есть я бы не изменялся за меня оскорбляли я еще извинился потом и еще стирал и все то есть хотя я мог бы не стирать мог бы не изменяться мог бы там не знаю то есть если бы я был нейротипичным человеком если бы я был еще каким-то ну очень таким экстравертом и там у которого была бы полная семья до который бы родился ли жил в полной семье где всегда почувствовал поддержку где бы было бы всегда там хорошее отношение между отцом и мамой где бы родители там морально поддерживали и учили как как нужно себя поставить в коллективе все такое да то я бы конечно и вообще бы был успешным человеком успешно бы там вышел и такой бы сразу даже вот который со мной произошли не не происходило бы понимаешь ну и уже не говоря о том что если бы здесь если бы у меня были родители этом кинта высшими олигархами ли кто-то был бы у меня из администрации знакомый как у какой-то как вот это устроилась федора вот это эдуардовна которые напала на меня там с и полицию вызвала наряд и оскорблял там ну вот это вот ситуация рисовал то есть то уж тем более что чтобы говорить то есть я просто столкнулся я я аутист или мира отличающих столкнуться с тем что на меня напали вот эти мира типичные и наглые вот такие вот абсолютно уверенные свои вот ну который беспредельничают и уверен абсолютно уверены свои вот себе там не которые что угодно могут делать которые у которых есть вот власти и которые там считают себя как бы выше и выше этой высшим этим кастой то есть понимаешь которые вот не имеют какую-то милосердие если видят там что человек то есть но и к тому же в какой-то степени вот я имею ввиду не ну вот эти вот видишь что человек такой да и нас же понимающего то такое общество где где понимают только силу да это не моя фраза чья-то там то есть у нас еще к тому же вот просто люди если так взять вот в целом они же не виноваты в том что они могут например издеваться над над интервертом или надо аутистом потому что у нас вот эти организации которые должны ну правозащитные и прочие организации там какие то которые должны просвещать общество о проблемах аутизма или самом аутизме если это не является проблемой они разнообразие то есть они не занимаются этим в провинциях тем более поэтому у нас тут такая жестокость я не знаю вот ты бы был вот тот кто там комментирую комментирует что что у меня позвал там да вот этим уничижительным словом исходя из того что я там попросил не раз не скидывать ссылку на ее страницу там потому что не могут быть проблем вот ты бы был уверен в своих силах и уверенно конфликтовал бы если бы ты был предположен даже если ты не был аутистом не был нейро отличающим человеком и ты мне был бы художником да утром ранимым таким и ты не был бы интервертом ну а ты бы просто вот был бы нейротипичный ну допустим самим собой да ты при этом бы в психушку бы тебя допустим твои же собственные родители или там какие-то или просто ну тебя сдали бы или кто-то там сдали в психушку бы тебя к тебе бы в дом пришел приехала полиция да вот то есть ты сидишь просто выкладываешь ты сидел выкладывал рисунок ну который я нарисовал рисунок выкладывал публикану чтобы публиковать как обычно делаю обрабатывал там его уже было поздно я собирался выложить это единственное у меня отдушина единственная отдушина и возможность свое творчество показать это вот только в интернет выложите все никому больше в реальности не нужны мои рисунки там они у меня просто поляция понимаешь и даже это запрещено и даже за это то есть и ко мне просто входит в комнату понимаешь ко мне в комнату не заходит там редко раз в год друзья заходит еще кто-то от тут заходит не знаю не просто незнакомые люди еще и несколько взрослых мужиков заходит ну форме снимают причем снимая меня и мою комнату на видео на телефон и там или на видео свое серьезным таким видом в форме да там с этими с дубинками заходят ты представь вот ты представь и и заходит еще участковая врач и они видят во мне врага и видят во мне преступника и видят во мне то есть я еще ничего они они уже видят просто и видит во мне сумасшедшего совершенно не вменяемого кого-то то есть понимаешь и это я поднимаюсь у меня от волнения кружится голова и они начинают меня задавать но это начинает задавать вопрос участковый начинает задел задавать вопрос вопросы там такие вопросы которые я не знаю ну то чтобы проверить меня местом сколько сколько месяцев сколько там дней и часов прочь какие то вот там такие прямо нужно где-то тоже нужно точно знать очень хорошего хорошую там такой сейчас сколько сейчас в часов минут и такой сейчас день недели годы все идет сколько там будет столько то пульс ток это минус сток от разделе на это что-то такое спрашивает и говори просто даже и говорю я отвечаю правильно но она все равно она видит что я у меня немножко кружится голова и она говорит осмотрите он же невменяемый эти там кивая головой и и это снимают это все и а у меня там картины по стенам развешены экспрессивные пейзажи и полицейские я говорю я же ничего я не помню что играл он говорит что что говорит что тихие люди вот такие вот я самые это самые опасные люди на свете сказал и меня просто посадили и увезли на край города ночью и в психушку просто ну все там сказали чтобы я подписал добровольное добровольное что меня я добровольно сажусь выско скажу он опять вот наверное вот это комметатор покомментирует что я добровольно подписал да что он скажет да надо было не писать и и обзовет меня по поводу этим понятием как бы ничтожным ничтожным словом унизительным обзовет но понимаешь ты бы на моем месте тоже написал потому что мне там сразу сказали что если я не напишу у меня будут проблемы меня там то есть понимаешь ты думаешь что ты знаешь вот эта смелость думаешь что такой смелый а на самом деле вот если в реальности у тебя произошло вот это вот ты бы сам там как бы не смог бы сопротивляться потому что тут не спрашивают у человека ты я не знаю да и тому же в общем он там какие-то в центре города это опять невменяемый мужской голос какие-то там кричит пьяный агрессивно что-то там орет постоянно это вот каждый каждую ночь это происходит а садится садит в тихушку или это оскорбляют нападают на такого как я понимаешь вот вот какая справедливость вот какое право человека я не тот человек понимаешь может быть если будет это вот алкаша бы который там ходит посередине города орет его вы если потому он бы там дерзко дерзко дерзил бы да его бы тоже там сломали не говоря уже о таком человеке как я и тому же я никогда еще никогда такого еще не было я не знал что делать я просто понимаешь я не знал сейчас вы можете по-другому себя повел не знаю рисовать продолжать среди бела дня на стене пейзаж и готовится к тому что меня опять накажут и ну может быть я сниму это на видео так что оставайтесь в курсе делать может я не пойду рисовать я скорее всего и не пойду то есть не знаю видно будет но я чувствую я у меня абсолютно я ничего не могу делать вот я не абсолютно нет никаких прав я хочу я собираюсь начать бороться создать организацию каким-то образом по борьбе за права аутистов в россии хочу мне хоть я и точно не знаю даже как это создать как это вообще осуществлять эту борьбу за права пока что я вот просто пытаюсь рассказывать я признался в том что я аутист и пытаюсь рассказывать об этом да и к тому же если я вот допустим пошел бы рисовать да и вот эти вот комментаторы которые там возмущались тому что я так испугался и так боялся и просил не выкладывать чтобы они не выкладывали страницу этой федоровой вот этой потому что я не уверен если я снова пойду рисовать и на меня нападут я выложу видео чем вы сможете помочь если вы можете чем-то меня помочь да там как-то меня спасти случае чего там или как-то поддержать то тогда я может и буду выкладывать там все рыбы а получается ну смело получается что я нигде я не чувствую что вообще мне сможет кто-то помочь